Кыргызстан и Россия в следующем году отметят 30-летие основополагающего договора о дружбе и сотрудничестве. За это время стратегическим партнерам удалось наладить взаимодействие во всех сферах. Торгово-экономической, культурно-гуманитарной особое место занимает сфера образования. Кыргызская республика сегодня, естественно, она в соответствии с многовекторной политикой, она сотрудничает с очень многими государствами мира, но Россия, конечно, является нашим основным партнером. Сегодня у нас в университете есть 18 человек, которые являются студентами, лауреатами стипендии имени Михаила Ломоносова. У нас есть студенты, лучший студент СНГ, молодые ученые СНГ. И, в общем-то, наши студенты очень активные. И это замечательно, потому что сегодня время – это время интеграции. Это когда нужно объединяться, и интеграция, объединение, она помогает решать любые проблемы. Активно страны развивают отношения торгово-экономические. Это касается и экспорта, и импорта. Однако это сотрудничество имеет еще больший потенциал. Объемы товарооборота с Россией, даже несмотря на пандемию, выглядят лучше по сравнению с другими странами. Но до тех показателей, которые были до коронавируса и карантина, еще необходимо работать. Как раз сейчас Кыргызстан может увеличить экспорт именно сельскохозяйственной продукции. В России сегодня проживает и работает около миллиона кыргызстанцев. Им предоставлены льготы при трудоустройстве или учебе. Действует ряд послаблений. У Кыргызстана и России не только динамично развивающиеся двусторонние отношения, но и в составе международных интеграций, включая Евразийский экономический союз, Шанхайскую организацию сотрудничества, Организацию договора о коллективной безопасности и Содружество независимых государств. Можно сказать, что встреча прошла в дружественной, даже, скажем так, в дружеской обстановке. То есть это вторая встреча. Вторая встреча за три месяца лицом к лицу. До этого были встречи в режиме онлайн. Это с прошлого года, начиная с саммит глав государств в рамках ШОС. Буквально на прошлом деле была встреча, опять же, онлайн. Саммит глав государств ЕС. И была серия телефонных переговоров. И вот получается так, что президенту Кыргызстана за достаточно короткий срок удалось установить тесный личный контакт с российским президентом. И это очень хорошее достижение. Встреча глав двух государств в минувший понедельник только придала импульс дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества. Лидеры обсудили достаточно широкий спектр вопросов. От экономических отношений, совместного противодействия пандемии до недавнего конфликта на Кыргызско-Таджикском участке госграницы. Отметили они и то, что сотрудничество двух стран, которые носят многоплановый характер, несомненно, продолжится и будет только углубляться.